Приветствую всех, меня зовут Эйлен, и я предлагаю посмотреть один из первых обзоров Wii U на русском. Ну, в каком смысле обзоров? Прямо сейчас мы с вами переживём, ну, я и вы. Я, конечно, более осизабельнее переживу. Первый запуск Wii U. Я её распаковал, я наконец-то зарядил контроллер, заряжался он 3 часа. Гипернеудобная штука, надо будет привыкачивать очень сильно, кнопки на нём неудобные. Но мы с вами прямо сейчас запустим Wii U и посмотрим, что она из себя представляет прямо в прямом эфире. Ну и хоть написано, что это обзор, но на самом деле какую-то оценку давать пока что нельзя, поэтому... Это действительно обзор, но как бы основная его часть заключается в том, что мы с вами будем как раз-таки смотреть. А ведь обзор, это ведь однокоренное слово зрить, смотреть и прочее. Ну, не слово смотреть, но однокоренное слово-слово зрить, которое ещё является синонимом слова смотреть. А поэтому мы с вами поглядим сегодня на консоль, посмотрим, что она предлагает. Запустим, подкручиваем к интернету, поставим время и прочее-прочее-прочее совершим. В принципе, вы увидите всё то же самое, если вы, допустим, купите консоль и... И, соответственно, первый раз её запустите. Я не буду выкладывать анбоксинг, просто потому что это глупо на самом деле. Я ещё понимаю коллекционные издания, игр распаковывать, но... Железо... Я не знаю, какой мудак будет распаковывать железо, чтобы на это смотрели. Тем более, что это чуть ранее сделал Сатару Ивата, создатель консоли. Поэтому, ну, смысла никакого нету в том, чтобы распаковывать консоль. Поэтому, как вы понимаете, анбоксинга не будет. Но если вы хотите его посмотреть, то можете найти его в исполнении Сатару Иваты. Сейчас 27 декабря. Только-только я смог найти в нашем городе хоть одну консоль Wii U. Она продавалась только в одном магазине, и то я забрал последнюю, Basic Pack. И заодно приобрёл Zombie U. Поэтому вы ещё сможете увидеть на моём канале полное прохождение этой игры, если я, конечно, смогу её пройти, потому что говорят, что это просто полный звездец. Ну а сейчас... Сейчас... Мы с вами врубаем... Врубаем консоль. И понеслась! Консоль производит страшные звуки. И включается в режиме 576i. Поэтому HD сначала будет корявенькое. И сейчас... Ну вы сами видите, что лого Wii U показывается. И чё? Алё, гараж. Wii U, не тупи! Включите геймпад Wii U, затем нажмите кнопку синхронизации на консоли Wii U. Спасибо. Так, включаем геймпад. Написано на геймпаде всё то же самое, что вы уже видите. Включите телевизор и Wii U, и настройте входящий сигнал телевизора на Wii U. Так, к сожалению, не смогу вам показать геймпад, но это уж издержки производства, вы меня извините. Нужно нажать синхронизационную кнопку, ну вы видите, да? Нарисовано. И теперь, соответственно, вытащить стилус из геймпада. Идёт с каждым геймпадом в комплекте. Стилус, он прямо-таки в самом геймпаде заточен. Ну, точнее, для него есть отверстие в самом геймпаде. И нажать сзади кнопочку вот эту. Ну, всё нарисовано. Нажал. И теперь нужно на экране прикоснуться к символам, которые расположены на экране в том же самом порядке. Ну, надо на экран просто тыкнуть несколько раз. Может даже вы слышите звуки вот такие вот. Теперь он говорит, что присоединяется к консоли Wii U. Кстати, всё на английском. А, вот наконец на русском что-то появилось. Экран какой-то желтоватый. Он не белый, а желтоватый. Написано то, что... Ну, у меня сейчас всё то же самое на геймпаде. Показывается, что у вас на экране. И пока дойдёт до русского, я просто охренею. Я научусь на немецком говорить. Серьёзно. Действительно так нужно много всего. Смотрите, экран Wii... А, вот. И Wii геймпад подготовлен. Теперь коснитесь из экрана, чтобы начать настройку консоли. Инструкция по настройке... Ну, вы слышали этот звук. Можно, кстати, громкость уменьшить. Прямо на геймпаде есть возможность уменьшения громкости. Так. Можно управлять как стилусом, так и пальцем. Пальцем не очень удобно. Русский, конечно, в самом конце. У меня сейчас на... Вы слышите, наверное, звук? Это идёт из геймпада. Вот сейчас я убрал полностью звук. А вот это на громкости он... Мне аж страшно стало, когда вот этот вот появился звук так. Сейчас мы... А, можно ещё правым стиком, сказано, управлять. Ну, в общем, выбираю русский. Для меню Wii... Написано на геймпаде, для меню Wii выбран русский язык. Теперь выберите язык для меню Wii. А я хочу... Разные языки, что ли? Это... Это странные какие-то... Какая-то странная у них логика. Да, я хочу нидерландский язык. Ага. А на Wii нету русского языка. Представляете, есть английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и голландский. А русского нету. А, это языки интерфейса меню Wii. Всё понятно. Да, берём английский. Используйте Wii Gamepad, чтобы продолжить. Написано на геймпаде. Сейчас настройки языка будет применена к Wii Gamepad. Это может занять до двух минут. Охренеть! Экран Wii Gamepad может выключиться на короткое время в начале и в конце этого процесса. Это нормально и не является ошибкой. Нажимаем ОК и ждём. Он наконец-то обновил язык. Это действительно заняло около двух минут. И теперь нужно выбрать страну. Естественно. Надеюсь, Рашка здесь есть. Хоть и с Рашкой Нинтендо так обошлась жёстко, но надеюсь, Рашка есть. Сейчас я выбираю Рашку. Не знаю, почему они дали настраивать всё при помощи геймпада. Вот Россию нашёл. С этого момента вы можете включать и выключать консоль с помощью кнопки Power на Wii Gamepad. У меня написано на геймпаде сейчас. А вот сейчас мне говорят выбрать дату и время. Сейчас на экране нарисовано только пример. Я не знаю, почему 25 августа нарисовано, написано. Ведь можно было какую-то дату выпуска консоли выбрать. Но сейчас у меня 27 декабря 2012 года. Часов и минут у меня сейчас 23.16. Почему-то можно только выбрать. Часы нельзя напечатать. Это как какое-то упущение. То есть приходится, как и на обычном геймпаде, двигать вниз и вверх. Двигать вниз и вверх. Нажимая на стрелке, все действия выполнять. А вообще можно стиками всё это настроить без стилуса и без нажимания на экран. Сказал мне геймпад, что даты и время установлены. Теперь он настраивает разрешение телевизора. Автоматически настроен следующий параметр экрана телевизора. Подключение компонентное. Разрешение 576i. Если на экране телевизора нет изображения, бла-бла-бла. Экран телевизора. Так. Выберите тип камеры, используем его для подключения конструкции. У меня надо 720p поставить. Вот, у меня есть 720p. Сейчас у меня на экране написано, какое разрешение здесь можно поставить. Поэтому сейчас я поставлю 720p, потому что это необходимо для моего рекордера. И чтобы у меня с записью никаких багов не произошло, потому что она началась с 576i. Ну вот сейчас всё написано здесь. На экране. У меня на геймпаде совсем другой у меня настройки идут. Я запись немножко прерву и восстановлю её тогда, когда у меня 720p будет. Ну и естественно, может быть немножко выпадет видео из этого дела. Но это всё сделано для того, чтобы ничего не завалить. Итак, вы ничего не пропустили, картинка стала чётче, я надеюсь. И поэтому продолжаем дальше настраивать. Если вы настроите функцию пульт ТВ, вы сможете использовать вью геймпад для управления телевизором. Зачем мне это? Не надо это всё. У меня обычный пульт есть для управления телевизором. Если вы используете сенсорную планку, укажите её в положение. У меня нету сенсорной планки. Дело в том, кстати, что для того, чтобы играть... Для того, чтобы играть в некоторые игры с Wii, необходимо так называемая сенсорная палка. Сенсорная палка, планка. Которая есть в комплекте только с премиум паком. Поэтому, если вы вдруг захотите купить вью и использовать вью ремоуты с Wii, ну, допустим, чтобы поиграть в коопе, в тот же Super Mario Bros., потому что он не поддерживает вью геймпад, вот этот с экраном, для кооперативной игры, то вам придётся ещё покупать сенсорную планку. Но это просто замечательно. У меня её нету, так что не сейчас. Нажимаем. Написано на экране. Сейчас будет настроено подключение консолей к интернету, написано. Выберите сеть, которая должна использовать консоль для подключения к интернету. А вот весь... У меня здесь весь Wi-Fi написан. Весь Wi-Fi, который есть в доме. У меня такое чувство, что у меня вообще... Вообще-вообще-вообще тут... Аж из соседнего дома, который стоит в 10 метрах от меня, есть Wi-Fi. И почему-то... Нет, это просто по алфавиту они упорядочены. Или по количеству... Или по крутости сигнала. В общем, я выбираю свой и ввожу ключ безопасности, который вам, естественно, не показывает. Поэтому я это, наверное, вырежу. Ладно, интернет настроим чуть позже. Почему-то я вроде включил 720p изображение, но оно такое корялое, капец. На консоль будет добавлен новый пользователь, да, естественно. Написано было. Можно приобретать таким данными, как данные сохранения игры, но это вы все видите. На геймпаде у меня сейчас ничего. Просто что-то загружается. Боже. Как же все долго. И очередная загрузка. Загрузки здесь маниакальные. Блин, кто на экране? Селин Спилберг, что ли? Написано на экране. Здесь вы можете создать образы МИ. Они будут появляться в играх и взаимодействовать с друзьями и членами семьи. Выберите способ регистрации вашего МИ пользователя. Можно создать или получить, а можно выбрать из кандидатов. Я, пожалуйста, создам и получу. Создать МИ по элементам, создать МИ по фотографии, подключиться к Nintendo 3DS, отсканировать QR-код, создать МИ по элементам, допустим. Надеюсь, на экране это будет видно. Говорят, выбрать пол. Выбираем мужской. Выберите элементы для создания лица на ваш вкус. Некоторые элементы могут двигать, поворачивать, менять их размер. Ну, вот сейчас у меня на экране есть все возможности кастомизации, а у вас, видимо, только я показываюсь. Ну, в смысле, готовый вариант уже. Можно сделать такое лицо. Можно такое. Такое. Я даже не знаю, как его взять. Блин, ну это вообще какая-то сосулька. Боже, что-то только нету. А тут есть даже брови можно менять, да? Нет, это не брови, это... Это грубки под глазами, видимо. Свет кожи. Блин, это какой-то желто... Болеющий желтухой... Человек. Ну, я не знаю, выберем какой-нибудь. Вот такое обычное круглое лицо. Ой, ой-ой-ой. Ой, ладно, забудем про это. Господи, нихрена себе что-то есть. Гей, 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 гей. Тут что-то все гейское какое-то. А, я забыл гею убрать. Извините. Где мои круги под глазами? О, боже. Я не знаю, что сейчас добавилось, но... Ладно. А соплей нету? Нет, спасибо. Хорошо. Прическа. Эм. Что-то не вижу здесь прически. А, тут до хрена причесок, вот что я скажу. И что-то здесь все какие-то корявые, например, вот такая. Или вот такая. О, боже. Вообще, можно в шапке ходить. А можно еще цвет волос поменять. И тут... Не понял. Это что, весь цвет... Все цвета волос, которые здесь есть, здесь есть даже серый цвет волос, представляете? Так, пошли женские прически, например, вот такая. Почему-то женские прически всегда в конце выдают. Боже, что это. Ну, вот такой, допустим, цвет волос поставим. Ну, допустим, эм... Боже, что это за прически. Если бы я в такой ходил, я бы убился. Эм. Ну, допустим, допустим, допустим... Вот это. И вот такие. Такой цвет. Нет, назад, назад, назад. Так, я вроде мужской пол выбирал. Похоже на бабу, если честно. Где тут самые грозные брови? Вот такие, например. Эм. Монобровь есть? Нет? Ну, я даже не знаю, если честно. Вот такие пусть будут. Брови должны под цвет волос быть. Их можно еще раз отдалять и приближать. Ну, допустим, пусть будет так. Можно поворачивать. Пусть будет так. Можно еще их расширять. О, боже. О, боже, что это за брови-то такие, а? А это что такое? А их можно еще и увеличивать. Ладно, пусть будет по дефолту. А еще есть вот такие брови, кстати. Ладно, не буду показывать. Уж приперлистнул. Глаза тут. О, глаза. О, боже. Вот такие, например. Боже. О, господи. Обкуришься наркоман какой-то это. Да, вечно, вечно спящий. Блин, я же страшный. Ребята, что это за глаза такие? Есть нормальные глаза? Какие эти китаец? Ну, может, вот такие. Не фертити. Вечно обкуренный хрен. Так, ну давайте вот такие поставим. Допустим. Нет, ну это уже какое-то косоглазие, если честно. Это вечно... Боже, это что? Что с ним не так? Что с ним не так? Что не так с Нинтендо? Зачем мы не дали возможность такое сделать? Вот так пойдет? Нет, это все-таки коряво как-то. Нет, вам не кажется? Нет, так уж слишком коряво. Пусть будет так. Нет, ну глаза слишком большие. Все остальное неважно. У меня серый цвет глаз. Боже! О, господи! Что это? Что это, твою мать? Это пенис у него вместо носа. Господи! Чувак у тебя... О, блин! Так, ладно, где он там стандартный нос? Пусть будет стандартный. Лучше не... И ничего не меняем, пожалуй. Губы! Му-му-му-му-му! Мальчики, вот такие шалунишки! Это вечно грустный! Это котауси, видимо... Блин, еще один. А чем тут сейчас эти и эти, это? Обдолбанный хрен. Я боюсь сказать, что это меня напоминает, но это мне напоминает не губы. Ну, по крайней мере, не ротовые. Это, видимо, усы остались, рот убежал. А это меня бревать будет тянуть, но спасибо вам. Теперь здесь у меня нет зубов. Это гамбургер, видимо, какой-то. Боже, это маньяк-убийца. Педофил. Я не знаю, что у него с рот. Сейчас, подождите. Замечательная комбинация. Господи! Так, где там ухмылка была? Нет, еще вот такие есть. Вот такой вот рот есть. Вот ухмылка пойдет. Здесь можно еще цвет выбрать. Губ, но это мне как-то не надо. Так, можно выбрать очки. Усы можно выбрать, представляете? Очки. Но я без очков, вроде как... Вот так... О, да! О, да! Ну, правда, я как дебил выгружу. Зачем я мой ми... Ми-клон... Пу-у-у-у-у-у-у. Господи, что это? Уберите, спасибо. Родинку можно поставить, зачем? Эй, бросай оружие! А, вот ещё... Блин! Давайте потолще мы сделаем. Вот, я хотя бы сейчас на... Почему такая голова большая? И повыше чуть сделаем. А ещё можно фотографию свою поставить, но я не буду. Ник. Так... Написано, образы ми не с приемлемыми никами или именами создателя могут не всегда отображаться на которых других пользователей. Мистер-член, например, да? Как, как, как... Всё-таки ужасно, наверное, быть человеком, у которого имя Дик. Если вы знаете английский, вы понимаете, о чём я. Не используйте недопустимые слова и выражения в никах или именах создателей. Я очень надеюсь, что мне дадут сменить одежду. Вот, я крайне на это надеюсь. Я ещё набираю на геймпаде свой ник. BioLNR. Создатель. Блин, вы не поверите, но... Bio... Alien... А, вы же не видите, что я вбиваю. В общем, нужно ещё вбить ник создателя. То есть у меня написано, что нужно вбить и сбить свой ник, и потом ещё вбить ник создателя. Ещё можно выбрать его избранным. Так, отпустить... Тут писано, отпустить можно. Так, день рождения, идите-ка в жопу. Не хочу я. Можно поменять цвет своей курточки. Ну, это просто охренеть. Ну ладно, пусть будет чёрный хотя бы. Ну или белый. Зарегистрировали этот миф в качестве вашего ми-пользователя? Спасибо. Ми-пользователя зарегистрировано. Вы можете поменять ми-пользователя позже, написано было. А, отлично. Почему такое качество плохое вот в этой картинке, которая появилась сейчас? Я вроде компонентный кабель использую. Или говёный компонентный кабель, что ли? Боже, очередная загрузка! Ребят, из Nintendo, почему у вас загружается меню столько времени, сколько загружаются некоторые игры? У меня сейчас на экране нарисована фотка моего ми. Написан ник и написано, новый пользователь добавлен. Выберите соответствующий образ ми на экране выбора пользователя, чтобы начать играть на консоль вью и вью в качестве этого пользователя. Я, так, я выбираю, написано далее. Написано, вы можете ограничить также возможность и пользователя, как использование приобретения программы или доступ к вейпсайту. Короче, родительский контроль пошло, ну всё, в жопу. Меню вью загружается. У меня сейчас на экране то же самое. Нет, у меня вот здесь полукруг сверху, вот такой вот полукруг. Нет, не полукруг, это что? Это, я не знаю, какая-то фигура. В общем, сглаженные края сверху экрана, а на химпаде снизу. Субтитры создавал DimaTorzok